Весь прошлый год авторынок лихорадила. Предложение не поспевало за спросом. Цены росли, покупатели выстраивались в очереди. Глобальный дефицит электронных компонентов привел к дефициту ряда моделей в салонах и логичному повышению стоимости. Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса, в прошлом году жители России приобрели 1 млн 667 тысяч новых машин. Это на 4,3% больше, чем в 2020. Из-за инфляции многие вынуждены были обращаться на вторичный рынок. Но и здесь увеличение спроса потянуло за собой рост цен. В среднем поддержанное авто подорожало на треть. Чего ждать в 2022 году, когда закончится дефицит новых машин? И перестанут ли расти цены? Об этом пойдет речь в пятницу 28 января в 13.00 в программе «Тема дня». А в студии будут представители одного из крупнейших автосалонов Верхневолжья «Важная персона авто». Возрастное ограничение программы 16+. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!